Рад в добром здравии приветствовать вас здесь, Алексей Викторович. Я сейчас буду смену принимать. На промысле Николай Акваленко встречает аплодисментами на пульте управления «Аншлаг». Он не был здесь 10 лет, но каждого вспомнил, а затем по традиции принял почетную смену. Мы успешно прошли гидроиспытания. Алексей Белов когда-то впитывал знания, которыми щедро делился с ним опытный оператор. Ныне старший смены, перечисляя новшества на промысле, не перестает удивлять наставника. Раньше стояли компьютеры, была операционная система американская. Сейчас стоит отечественная. Это прорыв. Руководитель промысла Сергей Дорошенко вспоминает 1979-й и проводит параллель. В этот год он только родился, а Николай Акваленко уже вовсю осваивал операторское репесло. В 2006 году наша встреча с ним состоялась. Николай Евгеньевич был тем специалистом, работником, который меня посвятил во все нюансы от газопромысла 1С. Здесь за этим столом 20 ноября 2001 года наш президент Российской Федерации написал свои поздравления коллективу. Тогда глава государства помимо цеха осушки и регенерации увидел и этот пульт управления газового промысла. Николай Акваленко вспоминает, стране нужен был газ, пусконаладка велась днем и ночью. Никто не считался со временем и промысел запустили в рекордно короткий срок – за полтора года. Я, конечно, в свою частицу вложил сюда, но работали-то все, вся команда. Да, вся команда, это имеется в виду не только технологи-операторы. Это все в целом, это и монтажники, и строители, это УТТСТ, это Уринго Гасторг, управление автоматизацией. Это команда. Сегодня другие на промысле несут трудовую вахту, работают в новых условиях и отдыхают по-новому. Сейчас, живя за полярным кругом, после смены можно попасть и в тропики. Не представлял, что такое возможно. Люди приходят здесь отдохнуть, посидеть, в интернете посидеть, просто подышать вот этим воздухом, азоном. Фитнес-залы, бассейн, своя лыжная база – все это радует. Выдавайте мне форму, давайте лыжи, я попек. В свои 70 он быстро исчезает из виду, а возвращается, как и полагается первопроходцу, проделав новый путь. Я на заполярке, встану на лыжи. Я, ну это вот где-то в сне в каком-то можно представить. Так вот, да, ну я прям вот очень счастлив. В начале 80-х в одной из компаний Николаю Коаленко удалось предотвратить аварию. Мы вдвоем с оператором рванули туда, и краны закрыли, рев был неуносимый. На встрече с молодыми специалистами расскажет о том, что будучи на пенсии, изучает Пайтон и создает компьютерные программы для детей. В Новом Рингое Николай многое увидел впервые. За 10 лет разлуки газовая столица изменилась до неузнаваемости. Город обрастает современными жилыми массивами, образовательными, медицинскими, спортивными и культурными центрами. Это мы создавали этот город. Мы закладывали основу этого города. А теперь мы передали его вам, молодым. Светлана Лач, Павел Смаровуз, Наталья Колесникова. Время и мало.